Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В окружной бюджет на 2022 год внесены первые изменения. Доходы бюджета увеличиваются на 410 миллионов рублей и составят почти 21 миллиард рублей. Нерм-Ялумт. В поселке Харута состоялся традиционный праздник «Рассвет севера». В гости коленеводам СПК с одноименным названием прилетели первые лица окружной власти. 27 марта – Всемирный день театра. Студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова отметили его примеры спектакля «Дуэнья». Об этих и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. Время новостей. Время новостей получают 4 пациента, амбулаторная – 69. Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» подвело итоги открытого аукциона на право заключения контракта по поставке энергоресурсов населенной пункты Ненецкого округа в навигацию 2022 года. Об этом шла речь на оперативном совещании главы региона с руководителями органов власти. Была подана одна заявка от закрытого акционерного общества «Вертикаль». Данный поставщик уже проявил себя в ходе «Северного завода» с 2021 года. Прошлого года срывов в поставке никаких не было. В этом году была только одна заявка, к сожалению. Поэтому заключаем с ними контракт по единственной и первой цене. Это 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Заключение контракта возможно в течение 10 календарных дней после подведения итогов. То есть муниципальный контракт будет заключен 4 апреля. В 2022 году «Севержилкомсервис» приобретает 11 210 тонн нефтепродуктов, 20 050 тонн обогащенного каменного угля, 9 113 кубометров дров и 455 430 тонн топливных брикетов. Поставка энергоресурсов в поселения округа планируется в начале лета. В окружной бюджет на 2022 год внесены первые в этом году изменения. Соответствующий закон принят на сессии регионального парламента. Поправки вносятся в связи с поступлением в доходную часть федеральных средств. В 2022 году доходы окружного бюджета увеличиваются на 410 миллионов рублей и составят почти 21 миллиард рублей. Основные моменты стоит отметить, что при принятии окружного бюджета в прошлом году были рекомендации депутатские по увеличению, во-первых, льготного проезда. И в изменение бюджет выносится по увеличению льготного проезда. И в докладе, в том числе и губернатора, было сегодня отмечено, что льготный проезд будет, авансирование будет уже составлять 35 тысяч, в течение 25, как в прошлом году. Затем была рекомендация, это увеличение детской стоимости, и детское питание, и она заложена была в прошлом году 86%. Ну, то есть это по сентябрь месяц. Сейчас мы увеличиваем эту сумму на 45 миллионов, и будет предусмотрено питание до декабря месяца. На 112 миллионов рублей увеличились субсидии муниципалитетам. Предусмотрены дополнительные средства на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, на выкуп жилых помещений, на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Стоит также отметить, что по коммунальным услугам у нас было всего лишь заложено 76%. Сейчас мы добавляем средства, это особенно по образованию. Самое большое изменение в увлечении ассигнований происходит по департаменту. Это образование, это строительство, это АПК и здравоохранение. То, что касается по образованию, предусмотрены средства также на текущий капитальный ремонт. Это текущий капитальный ремонт в детском садике «Радуга-Самоцветик». Это ремонт школы в искателях. Это также ремонт школы в Харуте. Мы при принятии бюджета предусматривали средства. Но так как поступили в бюджет средства федерального бюджета, мы у себя сейчас перераспределяем эти средства. И поэтому почти 10 еще учреждений получают средства на ремонт. Ремонтные работы в 2022 году также пройдут в зданиях социально-гуманитарного колледжа и профтехучилища в Наринмаре. Увеличение предусматривается по АПК. Это было недостаточно средств в прошлом году по принятию бюджета около 50 миллионов. По возмещению стоимости за 1 килограмм произведенной продукции – это по Алинине. На 50 миллионов рублей в этом году будет закуплено медицинского оборудования. Нармьялумт. В поселке Харута прошел праздник оленеводов «Рассвет севера». В этом году в рамках мероприятия его участникам предстояло соревноваться в пяти дисциплинах. О том, как прошел праздник, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Прокопий в аллее уже не первый раз принимает участие в гонках на оленях упряжках. Оленеводу из ПК «Рассвет севера» почти всегда удается занять призовые места. В этот раз, чтобы вырваться в тройку лидеров, Прокопий тренировал своих оленей еще с лета. Зимние стойбища бригады находятся в 100 километрах от Харуты. Бригада регулярно участвует в соревнованиях на оленях упряжках. Оленей Парокопий выбирал в упряжку разного возраста, но самых лучших. Ну, участвуем. Ну, где-то лет 4-7 лет можно участвовать. Соревнования проходили не только на оленях упряжках, но и в тройном национальном прыжке, а также прыжке через нарты, метании топора и тензея нахарей. Название праздника «Нермьялунт» в переводе с нинецкого означает «Рассвет севера», тезка оленеводческого СПК «Рассвет севера». Сегодня хозяйство крепко стоит на ногах. Праздник проводится с 2018 года. Каждый раз по окончании убойной кампании – одного из самых важных периодов в оленеводческой отрасли. Он становится известным. Уже приезжают люди, наши соседи. Из Учинска есть, из Синты есть. Учинский совхоз, ну, сейчас Ижимский вот, Учинский. И из Синтинского совхоза уже есть. Это уже становится традиционным и уже межрегиональным как праздник. А кто был идеологом создания праздника? Сами, оленеводы. «Праздник очень важен. Дело в том, что сейчас оленеводы ездят друг к другу в гости. Они обсуждают межхозяйственные вопросы, вопросы личного характера, сватаются, создают семьи. И сегодня, я думаю, что на этом празднике наши молодые люди, наши девушки покажут свою красоту, покажут свою силу, ловкость, умение. Ну, и, соответственно, кто-то кому-то приглянется. И я думаю, что на этом празднике, может быть, даже уже создаются в дальнейшем семьи. А если будет семья, то будет будущее». Открыла праздник Алена Басманова, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет Севера». Уважаемые коллеги-оленеводы, чумработницы, дорогие односельчане и гости праздника, мы рады вас приветствовать на нашей Харутинской земле. С 2018 года мы проводим данный праздник. И мы рады вас всех здесь видеть. Праздник, посвященный труженикам тундры, объявляю открытым. К словам поздравлений присоединился губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. «Дорогие друзья, я поздравляю вас с праздником и скажу вам еще одну вещь, очень важную. Я вот смотрю на тружеников тундры и вижу очень много молодежи, ребят, девчонок, и вижу, как у них горят глаза. И хочу сказать, оленеводство жило, живет и будет жить благодаря тому, что есть молодое поколение. Спасибо вам большое, с праздником вас! В продолжении своих слов он вручил почетные грамоты от администрации округа председателю СПК Алене Басмановой, главному бухгалтеру Ульяне Кудряшовой, бригадирам Митрофану Лаптандеру, Петру Лаптандеру, Пантелею Лаптандеру, Прокопию Лаптандеру, Прокопию Валею и оленеводу Устини Лаптандер. Что касается соревновательной части праздника, то в главном мужском заезде на оленях упряжках третье место занял Митрофан Лаптандер, второе – Олег Тайбарий, первое – Алексей Тайбарий. В женском заезде места распределились следующим образом. Третье место у Анны Лаптандер, второе – у Светланы Лаптандер, первое место заняла Ольга Тайбарий. Поздравили оленеводов и жителей Харуты с праздником артисты телевисочного ДК. Они подготовили концертную программу, в рамках которой состоялся конкурс национальных костюмов жителей Тундры. Наталья Дуркина, Людмила Сидейская, Игорь Тайсевич, поселок Харута, Ненецкий автономный округ. Какой вид спорта ассоциируется с Ненецким округом? Конечно же, лыжные. В Заполярье дети начинают вставать на лыжи в самом раннем возрасте. С удовольствием занимаются этим зимним видом спорта уже в детском саду. А тренироваться всегда лучше на новом инвентаре. Тему продолжит моя коллега Елизавета Кабанова. Помните, на зимней Олимпиаде в Пекине комментатор спринтерских гонок, где в личном зачете наш земляк Александр Терентьев завоевал свою первую олимпийскую бронзу, воскликнул, что сам Бог велел стать спортсменом из Ненецкого автономного округа на лыжи. Ведь здесь у нас много снега и зима длится чуть ли не 8 месяцев в году. Действительно, в регионе есть все условия для занятия детей лыжным спортом, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях. В одном из них в детском саду Аннушка на тренировке побывал глава региона и подарил юным спортсменам новые лыжи. В Аннушке лыжами занимаются все, без исключения. Я очень надеюсь, что вы выставите хорошую команду на Северное Сияние. Мы постараемся. Уже есть победитель. Вот там Алексей Сумароков ходит. Сумароков-то он победит. Он в Федестала, он на Лыжне России стал победителем. Беговой-беговой мальчик. У нас вся семья у них занимается спортом. Милая сестра сюда ходила, к нам тоже она занимается спортом. Девочка сейчас уже в школе, поэтому это еще заинтересованность семьи. Детский сад Аннушка известен на Ринмаре своей сильной лыжной командой «Дошкалят». Тренирует ребят человек, увлеченный своим делом – Дмитрий Сухопаров. Впереди северное сияние. К этим соревнованиям и готовятся сейчас юные спортсмены. Привет. Ну, ребята, солнце какое яркое. Самое то для тренировки. В начале тренировки – обязательная разминка для мышц. Раз, два, раз и два. Руки на плечах, поочередно. Одна. Одна. Плечо. Вторая. Плечо. Вставать на лыжи ребята начинают в старшей группе, но пробовать кататься могут начать и в средней. Сначала «Дошкалята» катаются без палок, так как еще не умеют хорошо управляться за своим телом. Бу-бу. Если у кого-то уже получается, да, то есть он твердо, хорошо стоит на лыжах, тогда Дмитрий Николаевич уже индивидуально смотрит и уже дает палки. Палки – это определенный бонус, ну, во всяком случае, в пять лет. А уже в подготовительной группе они уже будут у нас ходить с палками. На новых лыжах маленькие наринмарцы будут осваивать не только за этого зимнего вида спорта, но и становиться победителями и призерами региональных соревнований. На протяжении многих лет мы входим в тройку призеров. Это и первые места, и вторые места, и третьи места. Ребята участвуют и в Лыжной России, но это индивидуально, да, каждый тут уже в зависимости от того, как примет решение родитель. А так, команда у нас участвует и в массовых лыжных соревнованиях, и, естественно, самое, наверное, почетное – это Северное Сияние. И каждый год у нас всегда есть призеры. Когда есть такой замечательный подарок от губернатора, от Юрия Васильевича, такие классные, хорошие лыжи, их так много, поэтому, конечно, это здорово. Пожелаем начинающим спортсменам успехов в лыжном спорте и первых побед. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Любовные треугольники, яркие наряды и неожиданная развязка. В актовом зале Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова состоялась премьера спектакля «Дуэнья». Мероприятие организовано студентами в рамках благотворительной акции «Помощь Мстиславу Никонову». Очень подозрительно. О, проклятие! Что, если Клара его все-таки любит? Вся жизнь театр. Особенно для актеров театра «Улыбка» при Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова. Евгений Лаптандер пришел в театр на первом курсе, но получил неожиданную для себя роль в своем первом спектакле. Пришел в сентябре, когда набирали всех театралов. Хотел на какую-то роль попасть, а попал на шторщика. Самым первым курсом, первая роль была, были шторы, открывал шторы, а сейчас почти главное. В прошедшем спектакле Евгений играет роль отца, дочь которого во имя любви сбегает из поместья. В роли одной из главных героинь выступает Луиса. В жизни Милана Маталимсова, студентка второго курса. Девушка пришла в театр «Улыбка» из-за восхищенных рассказов своего старшего брата, который тоже участвовал в спектаклях. Меня постоянно вдохновляли его рассказы о театре. Он был полностью поглощен в эту творческую деятельность. И вот я пришла в технику, и я думаю, мне тоже надо. И вот мы с ним поговорили, обдумали вообще, все вопросы состыковали, и я решила, все, я тоже буду участвовать. Это очень завораживает. У нас очень скученный коллектив на самом деле. Это такой приятный бонус, что ли, к жизни. Не знаю точно, как выразить свои эмоции, но мне очень нравится. Вероника Карпова учится на первом курсе, и в спектакле «Дуэния» уже играет одну из главных ролей. Я еще с детства хотела попробовать себя в какой-то такой актерской деятельности. Всегда вот смотрела там фильмы, и мне так хотелось также попробовать себя. Вот, и узнала я о театре, собственно, нам всем объявили, потому что вот есть театральный кружок, в котором каждый может попробовать себя. И мы на день первокурсника ставили номер, такой развлекательный, комичный. Меня заметили, предложили играть роль горничной. В Ненинском оградно-экономическом техникуме регулярно ставят спектакли на протяжении 30 лет. Студенческий театр имеет большую историю и уже зарекомендовал себя не только в округе, но и за его пределами. Свои руки его взяла Макгальницкая Наталья Львовна, которая много лет вела этот театр. И, в общем-то, больших успехов он вместе с ней достиг, стал известным в городе, в округе. За границу выезжал театр даже не один раз со спектаклями, были приглашены именно на фестиваль. В актовом зале Ненинского оградно-экономического техникума в минувшую пятницу зрители собрались по двум поводам. Один из них – это ежегодный театральный марафон, приуроченный ко Всемирному дню театра, который отмечают 27 марта. В этот раз мероприятие также носило благотворительный характер. Была организована ярмарка для сбора средств на лечение Мстислава Никонова. Сегодня у нас ребята, наши повара испекли также булочки, которые мы также планируем продать в рамках благотворительной акции. Надеемся, что сможем как можно больше собрать и помочь нашему земляку. Спектакль завершился записью видеоролика для Мстислава Никонова. Мстислав, мы с тобой! Мстислав, живи! По итогам акции в Нейском оградно-экономическом техникуме было собрано более 42 тысяч рублей. Телеканал «Север» также призывает всех неравнодушных присоединиться к сбору средств на лечение Мстислава Никонова. Перевести средства можно по реквизитам, которые вы видите на своих экранах. Катерина Тайбарея, Анастасия Евтыса, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Зажечь сердца – великое призвание. 25 марта свой профессиональный праздник отметили работники культуры. О творческих людях расскажем в следующем материале. Даже в свой профессиональный праздник артисты дарят зрителям свое искусство. Это те люди, для которых любое выражение творчества – смысл жизни. Именно они являются хранителями ценностей традиционной культуры. «В целом готовы творить и сочинять новые сочинения, показывать то, что уже сочинили великие композиторы. И, ну что я могу сказать?» «А что для вас самый лучший подарок на этот праздник?» «Лично для меня?» «Ну, показывать хорошие качественные номера». Культура – это именно та сфера, в которой найдет свое место и новичок, и профессионал. Некоторые артисты начинали свой творческий путь еще в детстве. «Культура – это неотъемлемая часть моей жизни, потому что уже больше 11 лет я на сцене. Каждые выходные – это концерты, репетиции. В общем, это моя жизнь, это мой второй дом». День работника культуры – это праздник не только тех, кто выступает на сцене, но и декораторов, и режиссеров, и постановщиков. И, безусловно, тех, кто популяризирует культурное наследие народов. «Сохранять традиции и сохранять обычаи – это очень важно. И именно над этим мы работаем». Любой творческий коллектив имеет художественного руководителя, который играет важнейшую роль в создании творческого номера. «Вообще руководитель, он до этого назывался, да, называлась должность художественного руководителя. Очень такая, скажу, масштабная должность, потому что ты должен быть с подвижником, организатором, хормейстером, может быть, даже немножко костюмером в какой-то степени, отличаться, рудиться и памятью хорошей, потому что всегда все держишь в голове, ну и психологом». В день профессионального праздника на сцене Дворца культуры Арктика наградили дипломами коллективы, которые добились особых успехов в сфере культуры. «Нести, конечно, ненецкое слово в народ, чтобы люди знали, что оно живет, что оно есть и будет жить дальше. Это, конечно, самая главная задача у нас. И это труднее делать с каждым годом, потому что люди уже ведь забывают ненецкий язык. Они забывают свои корни, забывают свои обычаи, традиции». Лучшая награда для любого артиста – это аплодисменты зрителей и творческое признание. «Хожу регулярно, все очень нравится. Очень профессионально, делается все. «В общем, вы знаете, мне коллективы нравятся все. Вот я бываю и на выступлениях музыкальных коллективов, и танцевальных коллективов, и на театральных выступлениях. Мне это все нравится». «Мне очень нравится. После них очень такой позитив, впечатление, эмоции, настроение». «Я сын здесь участвует, выступая, Василий Попов. Так что любимый коллектив мой». «Зажечь сердца» – великое призвание. Именно под таким слоганом прошел праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры. Более 20 коллективов от совсем юных артистов до мастеров своего дела объединили на сцене свои таланты, чтобы зажечь сердца. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова